Библейский портал экзегет.ру представляет в контекст истории человечества. Израильтяне — вы часть человечества. Кстати, а вы-то откуда взялись израильтяне? Как вы появились на свет? Вторая глава. Вот сыновья Израиля. Рувим, Симеон, Левия, Иуда, Иссахар, Завулон, Дан, Иосиф, Вениамин, Нефалим, Гад и Осир. От них, естественно, племена или колена израильские произошли. Более подробно. Сыновья Иуды. Эра, Нана, Шила. Эти три сына родились у него от Хананеньки Батшуи. Эр, первенец Иудин, был неугоден Господу. Господь умертвил его. Невестка Иуда Тамара родила от Иуды парица из Эраха. Всего сыновей Иуды было пятеро. Иудея — это главная, собственно говоря, часть израильского народа. Колена Иуды — самая многочисленная царь из него. Рассказывается его предыстория. Разве не нужно подчеркнуть героические страницы, величественные страницы? Один из сыновей Иуды не был угоден Господу, и тот его умертвил. Надо бы сказать, умер там, не знаю, несчастный случай. На охоте погиб при этом, камень на него упал. Богу он не был угоден. Более того, невестка родила от своего свекра. Скандальная история. Она описана, кстати, в книге Бытие довольно подробно. Зачем об этом говорить? Зачем выставлять на показ грязь? Вот, наверное, в семейной истории каждый постарается рассказать о подвигах предков, о великих людях. Никто не будет рассказывать, что там его прабабушка родила там от какого-нибудь не того мужчины, да? И с тех пор эти люди, мои предки тоже. Наверное, такие истории будут тщательно забывать и скрывать. Они выставляются на показ. Кстати, в родословии Христа эта история будет еще раз подчеркнута. Слушайте, а ведь в истории нету пробелов. История, в том числе, священная уж какая есть. Не надо путаться, не надо пугаться. Вот так было. И Библия – честная книга. И более того, она подчеркивает, может быть, эту свою честность в ущерб такой, знаете, вот правильности, да? Еще один интересный урок этой книги про Липоменон, который, кажется, скучным перечнем имен. Первые семь глав, просто почти ничего, кроме них. Итак, сыновья Параца, ну, это сыновей Иуды. Хицрон и Хамол. Сыновья Зераха земли, Этан, Химан, Колкол и Дара. Всего у Зераха было пятеро сыновей. Сыновья Кормия. Хар тот, что нарушив заклятие, навел беду на Израиль. Опять. Ну, нет бы сказать, подвиги совершил кто-то, да? Опять вот вытаскивается самое неприглядное. Сын Итана Азария. Сыновья, родившиеся у Хицрона. Ирахмеэл, Рам и Келувай. Рам был отцом Аминадава, Аминадав отцом Нахшона. Нахшон был главой потомков Иуда. Сын Нахшона Салма, сын Салмы Буаза. Кстати, в книге Руфь мы про него читали. Сын Буаза Увед, вот он и родился в книге Руфь. Сыну Веда Иесею. Исей родился Иляф, его первый, не второй. Сын Иесея Авинадав, третий Шима, четвертый Натанел, пятый Радай, шестой Оцем, седьмой Давид. Сестры их Царуя и Авигайли. Сыновья Царуя и Авиша, Юавы и Асаил. Всего у Царуи было трое сыновей. У Авигайли родился сын Амаса. Отцом же Амасы был и Этера, и Змельтянин. А вот мы добрались до Царя Давида. Почему Царь Давид отдельно выделен? И не сказано, кстати, великий Царь Давид, основатель династии, победители, Голиафа и куча всего остального. Вот про неприглядные истории сказано. Вот не хвалитесь. Вот израильтяне понимаете, что вы не сами по себе такие прекрасные, а вас Господь избрал зачем-то для какой-то своей цели. А сами по себе вы ничуть не лучше всех остальных. Вот ваш патриотизм в чем заключается. Не в том, чтобы восхвалять себя, а в том, чтобы понять, зачем вы нужны Богу. У Калева сына Хитсрона, от жены его Азувы, родился Ириот, а сыновья его Ешер, Шувава, Ордон. Когда Азува умерла, Калев взял жены Эфратой, она родила ему Хура. У Хура родился Ури, у Ури родился Бецалель. Я напомню, что это читают все-таки многие иудеи. Для них это семейная история, это их предки, поэтому так подробно. Нам, конечно, скучно, что говорить. Затем, уже в 60 лет, Хитсрон взял в жены дочь Махира, Махира, отец Галаады. И она родила ему Сыгова. У Сыгова родился Яиру, у Яира было 23 города в Галааде. Он взял Гешура Арам, отнял у них Яировы деревни, Кинаты, зависимые от него поселения. Всего 60 городов. Ну, наконец-то, хоть один герой. Так и тот не наш, как бы. Вот Галаада, такая отдаленная область, нет бы подвиги Давида расписать, распишут. Но не сразу. Да, вот я когда в детстве что-то вкусное видел на тарелке, я сначала объедал все вокруг, чтобы вкусное напоследок. Вот точно так же выглядит книга Парлипомена. Сначала такой гарнир, да, а потом самое-самое сочное и вкусное. Но и гарнир не надо вот проглатывать, не жуя, надо вот распробовать вкус этой истории. Итак, значит, взял все эти города, все это потомки Махира от Сагалаада. После смерти Хитцрона Калеб женил сына и фрате, жене своего отца Хитцрона. И она родила ему Ашхуром. Ашхур отец такое. Сыновья Ирахмела, первенца Хитцрона. Первенец Рам, Буна, Орен, отца Махия. Была у Ирахмела и другая жена ее звали Атара, она была матерью Онама. Сыновья Рама, первенца Ирахмела. Ма, цьямин и Экер. Сыновья Онама. Сыновья Шамая. Надава Авишур. Жену Авишура звали Авихайля. Она родила ему Ахбана и Молида. Сыновья Надава. Сэлед умер бездетным. Сына Пайма Иши. Сын Иши Шишан. Сын Шишана Ахлай. Сыновья Иды брата Шамая. Йетр и Йонафан. Йетр умер бездетным. Сыновья Йонафана. Пелет и Зазан. И все это потомки Ирахмела. Готовьтесь, нам еще много такого. И, в общем-то, про этих людей нам сказать абсолютно нечего. Но чьи-то предки, кто-то читает, думает, да, вот мы этому роду доводимся таким-то. Сегодня, Русь, большие деньги платят иногда, чтобы восстановить или даже изобрести себе генеалогию. А вот тогда все бесплатно читайте здесь написано. У Шишана не было сыновей, а только дочери. Был у Шишана раб, египтянин по имени Ярха. Шишан отдал свою дочь Джона рабой, египтянина по имени Ярха. Она родила ему Аттая. Но здесь такой древний обычай. Человек, которого нет сыновей, может усыновить своего раба. Но он хочет, чтобы все-таки потомки этого раба несли его, сегодня мы скажем, гены. Тогда бы сказали, кровь в жилах. Значит, дождь для него дает. Сына Таянафан, сын Афана Завад, сын Завада Эфлау, сын Эфлау Овед. У Овед родился сын по имени Егу. Егу родился сын по имени Азарьев. Азарь родился Хелец. У Хелец родился сын по имени Ласа. Сын Эласы Сисмай, сын Сисмай Шалум. У Шалума родился сын по имени Иками. У Иками родился сын по имени Лешама. Потомки Калева, брата Иерахмела. Мишаева, первенец, отец Зифа. Вот потомки Мориши, отца Хеврона. Сыновья Хеврона Корах, Тапуах, Рекем и Шема. У Шем родился Рахам, отец Иоркиама, а у Рекем родился Шаммай. Сын Шаммая Маон, Маон же отец Бетсура. Наложница Калева Эфа родила Харрана Муцу и Газеза. У Харрана родился Газез. Сыновья Яхдая Регем и Офам Гешан Пелетефа и Шааф. Если вам нужны скороговорки, вот очень хорошо эту вторую главу про Липамена читать. У наложницы Калева Махи родились сыновья Шевера и Терхана. А еще она родила Шаафа, отца Мадманы, и Шеву отца Махбены и Гивы. Дочь Калева звалась Ахса, это потомки Калева. Сыновья Хура, Хур первенец Ифраты, если вдруг вы забыли. Шувал отец Кириат Ярима, Салма отец Вифлеема, О, Вифлеем появился, основатель города, очевидно. Хареф отец Бет Гадера. Вот Шувал отец Кириат Ярима, Харуэ, Хацимы, Нухот, роды Кириат Ярима, Итритяне, Путяне, Шумотяне и Мишраяне. Родовая структура общества, да, то есть понятно, что каждый род себя возводит к кому-то, к какому-то предку. От них произошли Цуротяне и Иштауляне. Отца мы произошли Вифлеем, знакомый нам как город, но это еще и человек. Это Фатияне, Аторот, Бет-Виуав, половина Монахтиян, Цуряне. Сложнейшая родовая структура общества. На Северном Кавказе, если кто-нибудь был, вот там тоже все помнят, что мы там Гаджиевы, вот от тех Гаджиевых, которые там в родстве с этими там Хуциевыми и так далее, да. Роды Сафириян, живущих в Яабеце. Это Тиротияне, Шемотияне, Сухотияне. Это кинеи, которые происходят от Хамата, отца Бет-Рыхава. Кинеи, то есть некий особый народ, изначально не израильский, но инкорпорированный в израильскую, собственно говоря, религиозную общину, она же израильский народ. Фух. Перебрали всех, кроме Давида. Про Давида будет третья, следующая глава.